Успехи, достигнутые под Сталинградом, были закреплены летом того же года. В ходе зимнего наступления Красной Армии и последовавшего контрнаступления вермахта на Восточной Украине в центре Советско-Германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров, обращенной в западную сторону, так называемая Курская Дуга. Германское командование, теша себя надеждой вернуть стратегическую инициативу, приняло решение провести стратегическую операцию на Курском выступе. Для этого была разработана и утверждена военная операция под кодовым названием «Цитадель». Имея сведения о подготовке войск врага к наступлению, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение временно перейти к обороне на Курской Дуге и в ходе оборонительного сражения обескровить ударные группировки врага и этим создать благоприятные условия для перехода советских войск в контрнаступление, а затем в общее стратегическое наступление. 5 июля 1943 года немецкие ударные группировки по плану операции начали наступление на Курск из районов Орла и Белгорода, а 12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка произошло самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны. С обеих сторон в сражении принимали участие до 1200 танков и самоходных установок. Ожесточенное сражение длилось весь день. К вечеру танковые экипажи вместе с пехотой дрались в рукопашную. Несмотря на массовое снаступление, советским войскам удалось остановить продвижение врага вглубь Курского выступа, а всего сутки спустя войсками Брянского, Центрального и Западного фронтов было организовано контрнаступление. К 18 июля советская армия полностью ликвидировала клин противника на Курском направлении. Чуть позже в сражение были введены войска Степного фронта, которые начали преследование отступавшего противника. Развивая наступление, советские сухопутные войска, поддержанные с воздуха ударами сил двух воздушных армий, а также авиации дальнего действия, отбросили противника на запад, освободили Орел, Белгород и Харьков. По данным советских источников, вермахт потерял в Курской битве свыше полумиллиона солдат и офицеров, полторы тысячи танков, более трех тысяч самолетов, три тысячи орудий. Потери советских войск были еще страшнее. 863 тысячи человек не вернулись из боя, а бронетанковый парк оскудил на 6 тысяч машин. Однако демографические ресурсы СССР были куда выше немецких, поэтому Курская битва более тяжело обошлась именно захватчикам. Соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления. Весь мир осознал, что поражение фашистской Германии – это вопрос времени.